Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Благотворительный телефон. Подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-6-3-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. В эфире Радио Болтком программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И у нас сегодня гостья, которая помогает нам включать «Зеленую лампу». Это Ольга Петерсон, литератор, поэт, переводчик. Очень известный человек. Ольга, доброе утро. Вы слушаете нас? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Рита. Я рада, что я наконец-то с вами под «Зеленой лампой». Да, да, да. Мы хотим просто напомнить нашим радиослушателям, что 27 октября исполнилось 120 лет со дня рождения поэта Александра Чака. И это не случайно. Мы напоминаем, потому что сегодня мы будем об этом говорить. Недавно буквально вышла книга в российском издательстве. Это впервые сделанный полностью перевод, сборник поэм Чака, задетый вечностью. Перевод на русский язык, который сделала как раз наша гостья Ольга Петерсон. И мы очень рады, что жюри конкурса, выбирающая победителей премии Чака, выделила из 14 номинантов троих. И работу Ольги Петерсон очень признали выдающимся достижением. Награждение перенесено на конец ноября в связи с локдауном. И тогда мы поздравим Ольгу. А сейчас мы просто напоминаем, что эта книга уже появилась, и мы о ней хотим поговорить. Ольга, вы на своей страничке по этому поводу написали, что локдаун когда-нибудь закончится, а Чака и поэзия бесконечны. Да, конечно, я не изменяю этому своему утверждению. И я считаю, что поэзия Чака, ну как один, сказать, он один из представителей поэтического братства, особенно рижанам, должна быть дорогая, и ее должны, мне кажется, просто должны читать и перечитывать все рижане. Потому что если мы дышим рижским воздухом, то мы вдыхаем и Чака, он никуда не исчез отсюда. Ну давайте вот эти ваши слова замечательные, вот будут сегодня такой красной нитью у нас проходить. Мы тоже верим, хотим верить, что локдаун закончится и вообще все нормализуется. А поэзия останется, и мы об этом будем говорить, потому что это приносит нам радость. А наша программа сегодня, как сказать… Продолжает. Продолжает, да. То есть наша программа устроена таким образом, что мы раз в неделю берем какого-то ребенка или взрослого, которому нужна помощь на оплату лечения, который сам не может справиться, и в течение недели мы этот проект пытаемся завершить и закрыть. Но на прошлой неделе мы рассказывали историю 18-летней девочки Заны Курени из Сигулды. Мы первый раз помогали ей в июне. Там очень сложная история. Она с самого детства раз в 2-3 недели попадает в больницу, потому что у нее проблемы с дыхательными путями. Ей делают операцию, убирают полипы. И в Латвии не могли понять, как вообще решать эту проблему, потому что это редкое достаточно заболевание. Мы в июне собирали деньги для того, чтобы она отправилась в Штутгарт, в клинику, где специалисты работают именно, специализируются на вот этих диагнозах, на таких заболеваниях, чтобы они просто ее исследовали и решили, как вообще вот ребенку дальше жить с этим заболеванием. И специалисты назначили ей операцию. И это для нее шанс, чтобы сохранить голос, сохранить горло, чтобы не надо было ей вживлять трубку. Просто операция по расширению дыхательных путей. И тогда ей не надо будет каждые 2-3 недели убирать полипы на горле. А это можно будет делать раз в полгода, а в будущем даже раз в год. То есть она сможет год жить спокойно. Девочка чудесная, умная, очень красивая девочка. То есть загляните на сайт mixnews.lv, в рубрику «Зеленая лампа». Увидите там фотографии «Заны». И сумма нужна была очень большая. С учетом хвостика, который остался от июньского сбора средств, нужно было собрать 41 тысячу евро. И за неделю с вашей помощью, дорогие наши радиослушатели, собрано 35 360 евро. Фантастическая сумма. Мы просто снимаем шляпу, низко кланяемся всем, кто помогал. И Заны, и ее мама, и маленький младший брат Занин тоже. Они просто, ну как сказать, каждый день смотрят этот приток средств и передают огромную благодарность. А сама Заны, она, вот когда первый раз мы собирали ей деньги, вся сумма, там небольшая была сумма по сравнению со стоимостью операции. Когда она увидела, что сумма собрана, она просто плакала. Она плакала от благодарности, от переполнявших ее чувств. И знаете, за неделю было сделано 7 124 звонка. И это 8 834 евро. То есть, когда мы говорим, что каждый звоночек очень важен, это действительно так. И мы продлеваем нашу акцию еще на неделю. И хвостик, который нам остается собрать для девочки, чтобы она поехала и сделали эту, судьбоносную, жизненно необходимую и важную операцию, это 5 815 евро. Телефон 9306384 подключен к ее целевому счету, который открыт в благотворительном фонде BeOpen еще на неделю. Спасибо всем за каждый звонок. И напоминаем, что наша гостья сегодня, которая помогает нам включать «Зеленую лампу», Ольга Петерсон, литератор и известный поэт-переводчик. А «Зеленая лампа», Оля, это же не только символ нашей программы, это и литературный символ. И поэтому мы не случайно сегодня говорим о стихах, о поэзии и о ваших переводах. Мне кажется, что здоровье человека и здоровье ребенка, если можно хоть как-то, хоть минимально помочь, то это должен сделать каждый. У кого есть дети, кто сам был ребенком, кто знает, что такое страдание и боль физическая. Кто знает, что такое невозможность дышать. Это то, что вы делаете, мне кажется, вам низкий поклон прежде всего. Вам низкий поклон. Ну, мы ничего особенного не делаем, это делают наши радиослушатели. И еще тысячи людей буквально. И мы благодарим наших коллег, потому что на этой неделе эту информацию опубликовал наш, нам очень помогает всегда газета сегодня по четвергам. Там публикация с фотографиями, сайт ББЛВ, Аполло, Епадами ЛВ, Санта ЛВ, портал Сигулского самоуправления. То есть это действительно такая акция для девочки, для ребенка организована. Эта акция еще на неделю продлевается. Так что мы здесь просто озвучиваем, собственно, историю информации. Вы знаете, дорогие мои, мне кажется, что раз уж пошла речь о благотворительности, о жертвованиях, о сочувствии, о сострадании, то это должно быть деятельно. Это не просто желание «держись» или там смайлик со слезкой. Это должно быть активное, активное участие в жизни каждого человека. И я, раз уж опять речь идет о литературе, то мне вспоминается, если говорить о милосердии, о сострадании, о сочувствии, вспоминается повесть Грина Аллы Паруса. Ее многие считают слащавой, но на самом деле это не совсем так. И там есть два образа. Один прелестный осоль, это мечтательница, девушка, которая грезит, и деятельный Грей, который из Бурчука и наследника аристократического рода становится настоящим зрелым человеком, узнав, что такое человеческое страдание. И вот в конце, в самом конце, он говорит слова, которые я помню и которые часто очень, вообще часто повторяю. Если душа человека жаждет чудо, сделай ему это чудо, новая душа будет у него и новая у тебя. Здесь, мне кажется, самое главное – сделай это чудо. Вы со мной согласны? Спасибо, спасибо, Ольга, за эти слова и за напоминание о Грине. И наша «Зелёная лампа», кстати, тоже это образ из рассказа небольшого того же самого Александра Грина. Там у него есть в конце тоже заключительное, можно я тоже процитирую по памяти? Да, да. Там речь идёт о «Зелёной лампе», о том, как с помощью «Зелёной лампы» изменилась судьба человека. Коротенький такой рассказик, и в конце фраза, если вокруг тебя темно, и у тебя нет даже лампы, то спускайся по лестнице, зажги хотя бы спичку. Вот это нам так понравилось, что мы когда-то решили назвать нашу программу «Зелёная лампа». Хотя, конечно, это такой многозначный очень образ. Спасибо вам за эти слова, очень важные. Давайте про Чака. А вот появилась книга, долго все её ждали, и вы долго ждали. Вот с какими вы ощущениями узнали о том, что она есть, вот взяли её в руки? Вы знаете, это был такой длинный процесс, что когда он завершился, я, можно сказать, вздохнула с облегчением. И я уже говорила о том, что ничего такого особенного, судьбоносного я не ощутила, поскольку для меня результат был ясен с самого начала. Иначе не надо было бы и начинать. Вот так вот, мои ощущения. А что вас побудило взяться за эту тему? Как это всё началось? А побудило до этого случайность. И я вам скажу, что четыре с лишним года назад, если бы мне сказали, что я займусь этой темой, я бы не поверила. Это первое. А во-вторых, я, как и очень многие, не знала и даже и не пыталась ничего такого узнать. Знать о стрелках, я была такой же, в этом смысле, незнайкой, как многие-многие. Поэтому, когда сейчас я знаю что-то весьма поверхностное, то я стараюсь поделиться своим знанием, а не говорить с высока о том, что вы, мол, не знаете, а вот я знаю. А получилось это всё так, я сотрудничала с нашим национальным театром латвийским, и они собирались ставить спектакли о стрелках в преддверии столетия Латвии. Это ещё вот когда было. И попросили меня посмотреть какие-то материалы, но не по чаку, а вообще о стрелках. Так, попросили меня посмотреть материалы для того, чтобы я что-то перевела на русский язык, какие-то материалы для Кирилла Серебренникова, которого они выбрали режиссёром этого будущего спектакля. Но я начала смотреть ещё даже не думая о том, что будет потом. Но то, что случилось с Кириллом, я не буду повторять. Это уже в прошлом даже мне не хочется озвучивать, сейчас он работает. И слава богу, что всё это как-то так более или менее нормально, хотя совсем ещё ненормально. Но получилось так, что он не смог приехать в Ригу, он не смог работать над этой темой. И это всё само собой закрылось бы, если бы не продюсер, тогдашний продюсер Национального театра Илона Матвеева, который мне сказал, если приятельница и хорошие коллеги, она мне сказала, почему бы тебе не перевести Чака всю книгу, а может его с карты, а её же нет на русском. И тут вот я подумала, чем чувствую, я попробовала. У меня получилось какие-то первые намётки. И я решила идти дальше, подумая о том, будет так или не будет. И правильно сделала, как оказалось. Вот так и получилось. Ну вот, тема трудная, неоднозначная, да, то есть этот сборник поэма Чака, он посвящён старым стрелкам ещё, да, до периода раскола. Почему нам нужно сейчас, почему важно сейчас знать об этом? Давайте вот просто немножко... Я бы не сказала, Рита, что она неоднозначна, она может быть противоречива. Да, ну хорошо так. Это немножко другое. Да, я бы вот так её назвала. Да, эта тема по-всякому, то есть освещалась по-всякому. Сама судьба стрелков трагична, и это одна из самых трагических страниц в истории Латвии и в истории России, я бы сказала. Потому что тут самое главное, что это наша общая история Латвии и России. Меня, может быть, даже вот именно это и внутренне мобилизовало на работу. Здесь заговорила и моя латышская, и моя русская кровь. И поэтому, почему сейчас именно важно? Да просто потому, что это нужно знать. Это наша история. И существуют различные домыслы, дезинформация, непонимание, да и просто незнание темы. А человеку нужно знать настолько, насколько он способен это узнать, насколько существует вот эта информация. Информация в моей книге дана, мне кажется, очень полна. Я говорю не только о своем переводе, это восприятие поэта, а там еще есть три замечательных статьи. Во-первых, средисловие С.С. Кирилла Коблина, где он со свойственной историку, он же историк сам, историку широтой и каким-то особенным взглядом смотрит на этот путь стрелков. И еще две замечательные статьи. Статья Антри Мэгна, директора музея Александра Чака в Риге, искусствоведа, литературоведа. Она написала короткую биографию Чака, с упором на тот период, когда он создавал эту книгу. И замечательная статья нашего историка Яниса Шилынша о пути стрелков. Она просто перенасыщена цифрами, фактами, до нашего времени может быть и неизвестными. И вот поэтому эта книга в своем роде такая единственная, где не только участвует сам поэт Александр Чак, но и наши современники со своим взглядом на эту страницу истории. Ольга, а может быть вы прочитаете нам какой-то кусочек, который вот вам кажется каким-то там важным, или знаковым, или духоподъемным? Вот, скорее духоподъемным. Когда я переводила, конечно, здесь очень много пафоса. Очень много пафоса. Ну, это можно понять. Чака можно понять. Его отношение к стрелкам как к героям, причем героям даже временами, вырывающимся из нашей земной реальности куда-то в небо. И этот образ стрелков, идущих по небу, меня просто потрясает. Но я прочту совсем коротенький кусочек, который, может быть, даст ощущение этой книги вообще. Причем этот кусок он повторяет дважды. Вначале в первой поэме и в конце последней поэме. «Стелки, вы гордые парни, Дети латвийских полей и лесов, Где пески прячут солнце и ваш торопливый шаг. Как раньше пасли вы коров, Так теперь вы пасете народу и время. Стрелки, вы гордые парни, Дети латвийских сосен, Звездные Ревельской улиц. Так раньше вы из рогаток пуляли по окнам и воробьям, И ловили ребёшку в порту. Так теперь себе вы ловите славу, Народу свободу и пуляете в отрехлевшие души». Спасибо. Вот такой кусочек. Спасибо. Ольга, а книга издана в России, В Петербургском издательстве, да? То есть вот вы сказали, Что всё-таки это общая история, И на историю стрелков можно смотреть, Как сказать, И с нашей латвийской стороны, И со стороны российской истории. И там действительно противоречиво. И как сложилось, Что книга вот именно в России издана? А это было с самого начала, Практически с самого начала. Мне ясно, что это нужно сделать, Что нужно обязательно там. Прежде всего, потому что мне показалось Очень важным, Чтобы книга вышла в России Чисто, Даже каким-то политическим мотивом, Я бы сказала. А во-вторых, Мне казалось, Что если она выйдет здесь, И я думаю, Что так оно и было бы, То эта книга Не имела бы... Её бы просто нельзя было продать Весь тираж. И нею заинтересовались бы в России. Вот что ещё. А перевести часть тиража В Россию, Это практически невозможно. Этим никто бы не стал заниматься. Тут так много разных тонких моментов, Которые даже я сейчас не буду перечислять. Это просто неинтересно. Просто мне важно было, Чтобы книга вышла Именно в России. И я пошла в Министерство культуры, Говорила с госсекретарем Дарту Вилсона, И она меня поддержала. Более того, Она даже настроена была тоже Очень уверенно В том, что книга должна выйти в Россию. И ещё был один момент, Что мы бы тогда получили, И мы, в конце концов, Мы получили деньги От Латвии, От Министерства культуры, Через латвийскую платформу Latvian Literature. Это такая платформа, Которая поддерживает Зарубежные издательства, Издающие и популяризирующие Латвийскую литературу. Таким образом, Всё и произошло. Таким образом... Я просто хочу... Что? И таким образом, Впервые В русском переводе Чак... Я хотела сказать ещё, Да, я хотела ещё Я хотела ещё сказать одну вещь, Что эта книга Этой книге не участвовал Ни один частный спонсор. Эта книга Она на деньги Министерства культуры. То есть через Latvian Literature И через фонд культурного капитала. Это замечательно, Что Вы поддержали Вот так Вашу работу. У нас сейчас Небольшая пауза, Небольшой перерыв. Через несколько минут Мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Болтком Радио Болтком И книга, о которой мы говорим с поэтом-переводчиком Ольгой Петерсон, она посвящена истории латышских стрелков, но, конечно же, в рамках нашей сегодня пучни программы мы не сможем вообще эту тему раскрыть. Это тема отдельной публицистической программы, и, возможно, мы такую программу потом сделаем. Мы о поэзии. Ольга, вот вы сказали, что каждый рижанин, который дышит Ригой, он любит Чака, и в поэзии Чака действительно он певец Риги, большое место занимает Рига. Какие-то заветные места Чака? Вот какая она, Рига Чака? Как вы для себя открыли? Вы знаете, я хочу сказать, что когда я приводила эту книгу, то я не касалась лирики Чака. У Чака два лица, если можно так сказать. Я не касалась его личной поэзии, и я даже не задумывалась об этом, потому что тогда бы я ушла очень далеко от его второй ипостаси, ипостаси воина, солдата и, может быть, даже военкора с такой дотошностью, реалистичностью. Он описывает все баталии и все события Первой мировой войны, поэтому в заветные места Чака я не ходила, и я об этом даже не думала. Но сам он, несмотря на то, что речь в этой книге идет совершенно о другом, сам он вспоминает, скорее всего, свои заветные места, и Рига в этой книге все равно остается фоном и основой Чака, его поэзии, и его твилом. И где бы он не находился, ну, или в качестве, скажем, наблюдателя, ну, так скажем, в кавычках, да, наблюдателя, он же сам не участвовал в боях, или в качестве реального лица, как в последней главе, все равно он вспоминает Латвию, и он говорит о Риге. И это, что касается заветного места, об этом есть целая глава «Полос крови», где он стоит на Дзебушкауме, Дзебушкаум Кукушкина горка, как ее в народе называют, да, и это совсем рядом со мной, где я живу. И поэтому все, что там на этой горе, на этом холме происходит, ну, как бы мне очень легко было перечитать. Но он стоит там наверху, и он видит порт, и он видит железнодорожный мост. Если ты зайдешь на этот холм, то ты действительно увидишь панораму Риги точно так же, и такое же, как у ее видел час. Ольга, давайте вот этот вопрос чуть-чуть развернем. А ваши лично любимые места в Риге? Я выросла в Старой Риге, меня туда привезли из, так сказать, моего ведомого желания, когда мне было 5 месяцев. Я родилась в России, и в 5 месяцев попала в Ригу, сразу же в Старую Ригу, и росла в старинном доме. Окна выходили на набережную, окна комнаты, окна кухни, выходили на Донский собор. О, как замечательно! И поэтому я каждый день видела, когда меня кормили там, Каш, Силен, я видела Донский собор, и до сих пор воспринимаю его как что-то очень-очень родное. И это правда, это правда, и когда я вижу его, и когда я схожу в него, и когда я там нахожусь на концертах, это ты вроде как дома. В детство пришло. И все мои друзья там жили, друзья детства, школьные друзья, друзья юности, это все старо-рижские ребята. А вот откройте нам секрет, пожалуйста, почему вы, окончиваясь в консерваторию, и связанная с музыкой, вдруг занялись литературными переводами, причем поэтическими. А, это, да, это очень просто объясняется. Я переводить начала еще девочкой, школьницей, поняв вдруг, что существует переводная литература. И я очень извлекалась Шекспиром, и поняла, что существуют разные переводы того же Гаммуса. Я стала сравнивать, и мне стало интересно, как это. И очень я хорошо помню, как это все началось, были летние каникулы, я сидела почему-то дома и переводила сонеты Шекспира. Ну, переводила, вот, в буквальном смысле, не понимая, что это такое. Не понимая вообще, что это самое трудное, что может быть, перевести сонет, тем более сонет Шекспира. И мама была очень удивлена, но сказала, ладно, переводи, переводи, но потом иди погуляй. Но потом очень мне показалось, что я здорово перевела, но потом я посмотрела, как сделал Маршак, как сделал Пастернак, и мне сразу стал ясен уровень моего перевода. А то есть вы пробовали прямо с английского на русский переводить, да? Да, конечно. Ну, я не... А как же? Я просто вот решила перевести сама. Вот они переводили так, а я переведу вот так вот. Вот и все. И, ну, в этом нет ничего, просто это, вероятно, и есть то призвание. Одно дело, когда человек ведет судьба, так сказать, в образе родителей. Вот они хотят, чтобы ребенок занимался музыкой, и это нравится. И ты занимаешься музыкой. А потом вдруг получается, что есть еще что-то интересное, которое тебе ближе. Я в стихах купалась с самого детства. У меня папа писал стихи, ну, для семейного пользования. Это я помню, чем ребенком он заваливал меня стихами. И маму. Мама обожала стихи. И я открывала для себя сама потом стихи, которые меня просто потрясали. Тоже еще ребенком, как я открою для себя, скажем, Лермонтова. И еще незамыленного Лермонтова. Как меня потряслось и поговорили о смерти поэту. Я еще училась во втором классе и прочла это совершенно случайно. И поэтому стихи вот оказались моей профессией. И именно переводом. Поэтому, когда у меня спрашивают, что у меня сама стихи, я говорю, нет, я перевожу. Как так может быть? Ну, вот так вот. Мне нравится. И потом, когда я закончила консерваторию, то это было все время моим каким-то хобби. А потом я поняла, что это замечательное дело, существует ласточная поэзия, которая прекрасная, и которую, если перевести, то ее просто не будет. А так она... Благодарим вас за то, что в 2015 году вышел тоже впервые в истории билингвальный сборник поэзии Райниса, где 140 стихотворений вами переведено. А также о спазе. О спазе вы открыли для русского читателя. И действительно, ее читала со сцены Чулпан Хаматова. Скажите, а как вот воспринимают стихи о спазе в ваших переводах в России? Я знаю, что очень нравится. Я знаю, что очень нравится. Но мне вообще сложно сказать, как воспринимают. Я слышу отзывы людей, которым нравится. Но я не слышу, скажем, отзывов людей, которым не нравится. А мне было бы интересно узнать, что, скажем, я упустила, или что я сделала не так. Вот мне это было бы узнать важнее. Поэтому очень сложно ответить на этот вопрос. Но я скажу, что люди читают. И имя о спазе, оно, не знаю, благодаря ли этой книжке или благодаря еще чему-то, оно живо. И это тоже радует. А можно попросить вас... Я еще хотела сказать обязательно здесь о Добром Туше. Об Арии Иваноге, о директоре музея, дома музея аспазии в Дуболке, в Юрмале. Благодаря здесь мы путешествовали, читая аспазию. Мы были в Апскове, мы были в Москве, мы были в Санкт-Петербурге. Еще в доковидные времена. И везде это воспринималось очень сердечно. Очень сердечно. Можно попросить вас почитать что-то нам из аспазии? Да, я прочту короткое стихотворение. Затем короткое стихотворение. Мне оно очень-очень нравится. Я даже его название, Крылья будни, выбрала как название, название сборника. Из будних есть белота, только отрой. Лицо у будней закрыто серой фатой. Будни только и ждут. Попробуй-ка нас открыть. Есть у будней загадки. А чего не решить? Будни, думаешь, мелочь. Не праздник, не мили-мили. Но ты из будничной мелочи Словая величина. Смотришь на будни, Они тебе кажутся дрянью до пыли. Лоб же копай, ищи. Вырастут крылья. Спасибо. Спасибо вам большое. Актуальны вообще мысли в нашей сейчас локдаунной действительности. Действительно, Ольга, вот... Да, они всегда актуальны. Да, и в локдауны, в локдаунной действительности, вне ее. То есть в буднях есть золото, да. Как вы правильно говорите, локдаун закончится, но стихи остаются. Но вот что-то такое... Как вы себя вообще настраиваете на какую-то такую, скажем, позитивную волну, чтобы вот в таких вот рамках, в которых мы сейчас оказались, чтобы как-то не унывать, не вешать нос и поддерживать себя. Локдаун закончится, а впереди... Мне в этом смысле... Я не ощущаю себя закрытой, потому что моя работа требует такой закрытости. Относительно, я подчеркиваю, относительно, не такой, чтобы вечером не выходить дома. Ну, то есть моя работа требует сосредоточенности и концентрации. И поэтому моя работа меня и поддерживает, прежде всего. Но еще поддерживают друзья и их успехи, которым я очень радуюсь. Они стали реже, поскольку сейчас у всех все редко случается хорошее, но тем более, чем более его нужно тянить. Поддерживаются редкие, казалось, теперь прогулки и просто даже какие-то моменты, когда ты смотришь в окно и видишь солнце. И это уже хорошо. Вот сегодняшний день, он солнечный и такой милый. И этот утренний морозик, я сегодня открыла окно утром и поняла, что этот воздух какой-то новый. Долго его не было. И так приятно дышать. И ты, когда ощущаешь себя вот именно живым и способным на то, чтобы твои чувства отвечали всему, что тебя окружает, наверное, это и есть то, что дает тебе способность как-то жить, не просто существовать, а жить. То есть сочувствие, я повторюсь, сочувствовать тому, что происходит вне тебя. Не замыкаться в себе, а сочувствовать тому, что происходит вне тебя, в людях, в окружающей жизни, в нашем обществе, во всем мире. И я хотела бы сказать, что именно пандемия, может быть, дала нам ощущение того, что земля очень маленькая. И все, что происходит в одной стране, где-то, где-то далеко, и, казалось бы, такой чужой, и совершенно нам неизвестно, и даже, может быть, и не нужно, и нам это и стране. И вдруг это все обрушивается на себя. То есть все это как на лестничной клетке, а то и в пределах одного дома. Вот это, наверное, может быть, главный блок последних двух лет для меня лично. Все рядом. И все касается лично тебя. То есть пандемия наводит на размышления. Наша вот эта действительность, конечно, да. И сейчас, если радиослушатели кто-то нас слышат, и если лично вас, скажем, как-то тронули, те мысли, которые сейчас озвучила Ольга Петерсон, то наш благотворительный телефон 930-6384, евро 42 цента. Мы собираем, помогаем собрать деньги, чтобы оплатить операцию для 18-летней девочки Заны Курине из Сигуры. Маленький звоночек – это самое простое, что мы можем сделать. Просто набрать номер, и все. И какая-то твоя энергия, и евро 42 цента. Это все полетело в адрес, в помощь очень милой 18-летней девушке, чтобы изменить ее жизнь. Будем так откровенно говорить. Изменить ее жизнь к лучшему, качественно изменить ее жизнь. Спасибо всем за каждый звонок. Ольга, а вот как вот про милосердие? Что вы думаете о милосердии? Его стало больше в наше время, меньше? Я уже сказала, я уже говорила об этом в самом начале. Но стало больше или меньше? Мне трудно судить, потому что о прежних временах мы знаем только по книгам. Иначе ничего не как. Но мне кажется, что вообще милосердие, сочувствие, сострадание, в человечестве это какая-то неизменная величина. Не может человек не быть милосердным. Не может человек не быть сострадателем. Иначе он не человек. Иначе он больной человек. Не знаю, как надо стараться, не стараться. Вот то, что сказал, я очень наивно, может быть, выражусь. Но то, что сказал Александр Грей, то есть сам Александр Грейн устанет своего героя сделать чудо. Об этом нужно думать. О том, что есть люди, которым хуже, чем тебе. Им больнее. У них или что-то очень болит. Или у них жизнь тяжелее. У меня был случай такой. Мне жаловалась одна моя приятельность о том, как ей плохо. И я слушала, слушала. Я действительно ее очень сочувствую. Ей не просто живется. И то, что она работает. Но я ей сказала, ты знаешь, есть люди, которым, к сожалению, она была удивлена. То есть меня поразило, что человек был удивлен. Она даже не задумывалась туда. Так вот, просто всегда, если тебе очень плохо, подумай, что есть люди, которым хуже. И которым ты можешь помочь. И тогда ты ощутишь тебя сильнее, здоровее. И человеку тоже каким-то образом будет следующее. Это мне так кажется. Спасибо вам за эти слова. А еще мы верим, что все возвращается. Ждать этого не нужно. Но оно вернется все равно обязательно. С какой-то, может быть, неожиданной стороны. Добро возвращается к тебе. Добро возвращается так же, как и зло. Да. И добро, и зло возвращается. Все воздается, это ясно. На этом стоит мир. На этом стоит мир. Только ты иногда не знаешь, что ты там делаешь. Добро или зло, кстати. Иногда помощь бывает не кстати. Может быть, сначала всегда нужно узнать, как обычно тебе помочь. Но не мешает. Вот совершенно верно. Иногда, может быть, человеку нужно пройти самому свой путь тяжелый для того, чтобы приобрести какие-то новые знания. Так и бывает. Так и бывает. Вообще, это сложная тема. Помощь. Но есть неотложные моменты. Когда я сейчас узнала, что в Латвии появились волонтеры, которые идут работать в ковидных больницах, меня это вкразило, и я ощутила какой-то такой прилив благодарности этим людям. Ведь милосердие, оно не кричит, оно тихое. Оно не так от них. Это просто люди, которые пойдут туда работать. Да. И мне... Что? Продолжайте. Да, я хотела сказать, что я... У меня сразу был порыв последовать за ними, но я просто поняла, что я физически не смогу это сделать. Там нужны молодые, физически сильные люди. И моя самая глубокая благодарность им. И я им желаю... Я им желаю справиться со своей тяжелейшей работой. Я им желаю здоровья. И я знаю, что вот это, это точно вернется им. Сделанное им добро. Мы присоединяемся к вашим словам. Благодарим и восхищаемся всеми, кто в эти трудные времена просто встает, идет и делает. Наша программа подошла к концу, к сожалению. Напоминаем, что с нами сегодня была Ольга Петерсон, литератор, поэт-переводчик. И книгу, которая только что недавно вышла, впервые сделанным полностью переведенным сборником поэм «Чака», «Задетый вечностью», которую сделала Ольга Петерсон, ее можно заказать и получить. И мы напишем, как это сделать на нашей страничке «Зеленая лампа» на сайте MixNews.lv. Ольга, спасибо вам большое за интересный рассказ. К сожалению, мы не все успели обсудить, но еще продолжим. Почему мы продолжим? Спасибо вам, Рита, спасибо, Оля. Я всегда рада, если вдруг понадобится моя помощь, то вы знаете, что я всегда рядом. Всего доброго, спасибо всем радиослушателям и до следующего вторника.